Приветствую вас, и вы знаете, вот если у вашего мужчины начались внезапно приступы ревности, да, то это означает, что он по какой-то причине стал терять уверенность в себе, уверенность в вас, уверенность в ваших отношениях, и стал больше обращать внимание на то, что вы делаете, стал больше бояться вас потерять. И причины этого могут быть самые разные. Начиная от таких достаточно нереальных причин, как страх того, что после прохождения определенного времени в ваших отношениях, вы от него уйдете, вы его бросите и так далее. До достаточно прозаичных причин, например, страх вас потерять, потому что он к вам привязался, он к вас теперь нуждается, и эта его нуждаемость, она двигает его на такое поведение. Не менее, реальной причиной является то, что мужчина чувствует, что ваши отношения, например, могут вас не устраивать. Или чувствует, что сам может сдавать позицию. Также на это могут влиять окружающие люди. Считая, например, что он дает вам слишком много свободы, например, и тем самым, ну, создает риск того, что вы, не знаю, его бросите, ему измените и так далее. И в действительности, вы можете поступить двумя путями, на мой взгляд. Первый путь – это путь терпения. То есть вы игнорируете все вспышки ревности мужчины, вы не обращаете внимания на них, вы ведете себя спокойно, холодно, невозмутимо, и, собственно говоря, сводите все его такие вспышки на них, своим поведением, своим отношениям, своими успокаивающими словами и так далее. Если это не помогает, и если мужчина все равно продолжает вас ревновать, то тогда объективно у вас нет другого выбора, кроме как сказать ему о том, что терпеть подобное поведение вы не намерены, подозрении подозрений в том, что вы не делали никогда и не собираетесь делать необоснованные, оскорбляют вас, унижают вас, и терпеть подобное вы не собираетесь. Если мужчина хочет быть с вами, то пусть он либо взрослеет, либо прорабатывает свою неуверенность в себе, свою подозрительность, может быть, паранойю, либо вы от него уходите. То есть, по сути, вам нужно будет показать ему, что вы подобное поведение терпеть не останете и как бы всячески будете его пресекать. И нужно в этом случае, во втором случае, реально дать понять мужчине, что вы можете уйти. Чтобы он испугался, чтобы он понял, что вот произошло то, чего он так боялся, но это он сделал, сотворил собственными руками. И если он вас любит, он одумается, опомнится и либо изменится, что кто-то станет это контролировать, либо обратится за помощью, например, к нам, на наш ресурс, для того, чтобы мы помогли ему преодолеть его реальность. Реальность, вообще говоря, это эгоизм. И эгоизм, он может быть как постоянным, так и приобретенным. И если вы говорите о том, что это началось последний год, то значит, что-то, что произошло год назад, подвигло мужчину на такое поведение. Возможно, между вами осталось какое-то непонимание, возможно, между вами не все выяснило до конца. Возможно, стоит поговорить с ним, вернуться к тем событиям, обговорить, выяснить, выразить свои эмоции, как его, так и ваши. И, вполне вероятно, тогда нам будет легче. Ну, а если нет, то еще раз повторю, проблема ревности – это проблема только мужчины и вообще того человека всегда, который ревнует, а не того, кого ревнует. И если он хочет сохранить отношения с ним, если он действительно любит, то будет четкое понимание того, что ревность любые отношения разрушает. Ревность разрушает и самого человека, в том числе, и если ваш мужчина отношениями дорожит, он будет что-то делать, чтобы их сохранить, как только увидит, что он хочет реально вас потерять. Вот, в принципе, такие рекомендации вам можно дать. Увы, этого немного, потому что вы очень мало раскрываете суть того, что произошло. По сути, вы приводите только внешние факторы, такие как обидные слова, обвинения и спрашиваете, что делать. Но при этом вы не вызываете ни одной из причин, по которым мужчина может так себя вести. И пока они не будут ясны, эти причины, и пока сам мужчина не будет осознавать, что это проблема, и что это его проблема, а не ваша, помочь ему и помочь вам обоим возможности не представляются. Только если вы будете воспринимать его ревность как, ну, такое, знаете, несерьезное, дерзкое поведение. Правда, очень может быть, что оно будет увеличиваться, становиться все активнее, длиннее, длительнее. И вы прав, что может быть только хуже. Поэтому решать что-то нужно уже сейчас, дабы не допустить. Процесс дальше не пойдет в том случае, если вы не будете терпеть. Если вы пресечете сразу и скажете, что либо мы разбираемся с тобой, что тебя гложет, почему ты так себя ведешь, почему ты к ней не доверяешь, либо ты обращаешься к психологу, и с ним разбираешься с тобой, либо я от тебя постепенно отдаляюсь, потому что мне не нужно такой жизни, да, постоянное подозрение, постоянные упреки, там, обвинения и так далее. Вот это единственный способ, по сути, единственный путь, единственное, что вы можете сделать, предложить вот эти вот три варианта мужчин, чтобы процент не пошел дальше. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!